Доброго времени суток, дамы и господа, сейчас мы с вами узрим полуфинальные матчи турнира по игре Синси Фри, Тиберин, Ворс, Фуара, Панихида против Беларуса, карта Арена а-ля Изинский Брод И Беларусь забанил Нот, а Панихида забанил ГСБ, тем самым за глобальный совет безопасности у нас играет Панихида А за Нот посланец Кейна играет Беларусь Плюс-минус мы видим одинаковый старт у обоих электростанции Казарма, только тут Прошу заметить, фаст стрелки, то есть он построил тавруку Панихида, продал ее И тем самым превосходит своего противника по количеству отрядов Три от ВСБ, два от Нот Нижний комбинат под свой контроль забирает Беларусь, закреплять будет отрядом, посадят видимо в бункер Будет попытка, ну тут он если только займет соседний бункер, это будет самое выгодное решение из этой ситуации В этот же момент забирает комбинат ГСБ сверху, проигрывает файт, к сожалению, ГСБ Но второй отряд успевает прийти на помощь, добивает остатки нодовских солдат Мы видим, очень правильно решение делает Панихида, сажает в бункер отряд, тем самым будет контролировать правый верхний угол, самые ценные синие минералы В этот же момент очень беспалевно, я бы сказал, Беларусь поставил заставу, будет здесь расширять свой плацдарм У обоих игроков появился завод, уже начал штамповать панихиды бульдогов Четыре бульдогов, как мы видим, имеется пехота, стрелки и ракетчики И как я вижу, начали появляться огнеметные танки от Беларуси Выкуривают из бункера, правильно, чтобы противник не контролировал эту позицию и не беспокоил комбинат Здесь бульдоги могут, конечно, поднасрать, могут попробовать забрать комбайна Уже два огнеметных танка мы наблюдаем от Беларуса Панихида, я смотрю, сворачивает МСЦ И неужели он не подозревает, что сейчас будет врыв огнеметными танками? Ну тут будет минус комбайн, ракетчики попросту сливаются от пехоты Очень глупое решение от Беларусы А вот Панихиде сейчас в этот момент нужно отступать Видимо, не доконтроливает, потому что сейчас потеряет он как минимум одного бульдога А при лучшем контроле от Беларуса он мог забрать даже двух, а то и трех бульдогов И в этот же момент огнеметные танки забирают МСЦ Вот это размен Можно сказать, комбайн на МСЦ Как вам такое? Нужно попросту отводить огнеметные танки, потому что тут бульдоги, они в целом могут догнать Эти танки, кстати, пользуются, видно, Беларусь горячими клавишами Задний ход, потеря огнеметного танка Тут мы видим второй обогатитель Появился То есть в целом ситуация у НОДА, он же Беларусь, гораздо лучше Минус еще один огнеметный танк Ну, честно говоря, как по мне, Беларусь попросту отдал их бульбой Начали появляться танки Скорпион Тут мы видим второй завод В правом верхнем углу от НОДА Восстанавливает свой сборочный цех, он же МСЦ, ГСБшник И в этот же момент появляются уже танки от ГСБ, хищники Потихонечку начали появляться огнеметчики И, видимо, в этот момент у игроков зависло Потому что идет получение данных Подождите Ожесточенная битва, прям Согласитесь Но у НОДА ситуация гораздо лучше Он добывает уже синий минерал Забрал МСЦ, который Недорогое, точнее, удовольствие, чтобы восстановить И сейчас будет попытка от Панихиды Ударить по этому углу Да, и все свои силы Беларусь стягивать, чтобы удержать И отбить эту атаку Панихиды Является еще один комбайн Пытается укрепить экономику Беларусь пристроил казарму Как-то так прям У одного Скорпиона Против такой оравы Попросту отдает Вот только сейчас подтягиваются все, нужно сказать, силы Беларусь Минус хищник У ВСБ Зажимается куда-то В углу Панихиды, видимо Да, в этот момент он закрепляется на соседнем Поле Зеленого кристалла Какие потери несет ДСБ Вроде как всех Скорпионов потерял Нод Но, поверьте, эта потеря не такая уж прям существенная Потому что хищники гораздо дороже Гораздо сильнее Гораздо сильнее Очень много ракетчиков Мода Пора уже выкурить из бункера этих стрелков Которые как заноза в ноге До сих пор ГСБшнику не удалось закрепиться у синего минерала Сейчас будет очередной файт Появляется кран Не вовремя продажи Тамарки От беларуса мы видим И понимает Панихиды, что уж больно Не потянуть ему этот файт Теряет одного хищника при отступлении Две пачки Мы видим У Нода Пока что улучшения пехоты Беларусы я не вижу У ГСБ явно Выход в авиацию готовится Косатки Вот это внезапно Ну, там как бы очень много ракетчиков И касатки Я думаю, сейчас явно не кмиск Минус касатка Начали уже появляться БТР Потому что понимает, что хищники тут не вывезут И, видимо, это сейчас будет ГГ Для беларуса Но, возможно, рано говорить Потому что ресурсы-то потихоньку скончаются У Нода, если посмотреть по мини-карте И в этом файте ГСБ как-то странно побеждает Я даже не знаю результат Данного полуфинала Поэтому не удивляйтесь Такому событию Что вот я думаю Вот сейчас Беларусь победит А нет, как мы видим Попытка закрепиться На соседнем Зеленом Поле Теперь Вот Нода мы видим Очень много косаток От ГСБ уже Потихоньку подтягивают БТР и хищников Есть пехота Но нету выхода В улучшение Техники Либо пехоты От ГСБ Мы этого не видим Вот сейчас возможно Видим от Нода Да, пошло изучение Либо это Инъекция Циберия Либо наставник Уже пора бы Что-то Поинтереснее строить Обоим игрокам Уже можно сказать Лейт Игры происходит А пока мы наблюдаем Вот Нода Огромный спам Ракетчиков И в основном Скорпионы Да, изучил Инъекцию Циберия Наставник Пока видимо Не собираются Укрепляют экономику Пристраивают комбайнов Вот это сейчас Вот тут будет файт Ага Паникита принимает Решение сломать Комбинат Беларусу Касатки Прям так знатно Жарят Скорпионов Хочу подметить А БТР В этот момент Расстреливают Ракетчиков И вот некий Недоконтроль Мы видим Ракетчики бежали За касатками А Панихиды Хитро просто Их уводил Чтобы расстрелять Таких самых Ракетчиков Начали появляться Тени Это способность Как мы видим Потому что у них есть Уже одна лычка Тут рефайнер Он же обогатится Литовр Можно продавать Там уже Бедным Хорвестером Или же комбайн Добывать нечего И попытка сбить ценей Это не самое страшное Тут очень огромная пачка Вот нода Вот с ней Надо бы разобраться И вот На самом деле До сих пор Непонятно Кто здесь победит Но Самое главное Что мы видим ГСБшник Закрепился На синем Тибире И вот теперь Ситуация Может измениться В сторону Панихиды Героятный Залп Ракетчиков Минус Одна касатка Авиудар Звуковой Это способность ГСБ Задний ход Мне нравится То что Беларусь Пользуется Вот этими Горячими Клавишами Задний ход Для техники Это полезная фича Очередная Пачка Огромная Пытается Дать отпор Глобальный Союз Безопасности Панихида Прям Штампует Продолжает Косаток То есть Штурм Идет Не только По Земле Но и по воздуху Копион Бой куда-то Ушел Беларусь В данный момент Мне кажется Не доконтролил Свернул МСЦ И куда же он Хочет отправить Интересно Что это за Мув такой ИГСБ Сейчас В этот момент Попытается Отрезать Вообще От Синего Тиберя Нет Все Принимает Решение Когда там Уже нет Негового Синего Тиберя Смысла Отрезать Его Сейчас Возможно Мы узнаем Финальный Файт На самом Ставит Сборочный Цех Нод Поближе К Зеленому Циберию Чтобы Укрепить Свою Экономику Погибают Погибают Скорпионы Все-таки Панихиды Фокусу Танки Нода Но и в то же время Погибают Очень быстро Хищники Потому что Немалое количество Скорпионов Прошу прощения Ракетчиков Подтягиваются Еще Пять Скорпионов От Мода И можно Сказать Сбшник Потерял Всю Свою Армию Но Все же Имеются Имеются Еще Хищники Есть Касатки Но Уже Будет Падать Военный Завод Неужели Это Все-таки ГГ Для Панихиды И Глобальный Совет Безопасности В этом Противостоянии Проиграет Минус Авиабаза Огромная Пачка Боевиков Стрелков Ракетчиков Главное Сейчас Не останавливаться Беларусу И идти Вперед Так Нагло Он Решил Сворачивать МСЦ И Видимо Поближе К противнику Сейчас Будет Его Все Сдался Это ГГ Итак Второй Матч Между парами Беларус Против Панихиды Этот Раз Карта Разлом Баны Все Свежие И Игроки Предпочли Остаться На Тех Же Фракция За нот У нас играет Беларус За Глобальный Совет Безопасности Панихиды Идентичный Старт Мы наблюдаем Как и в первом Матче То есть Появляется Посланник Чего не делает ГСБ Но Он делает Быстрый Фас Стрелков Продажей Таврки Плюс На этот раз Беларус Строит Ракетчиков Видимо Будет Закрепляться Сразу Где-то Снизу У Двух Комбинатов Захватывает ГСБшник Свой ближайший Комбинат Закрепляет Стрелками В гражданской Постройке То же самое Мы сейчас Увидим От Беларуса Хотя Немножечко Он Явно Отстает Потому что Тут уже Инженеры Прямо Спешат На всех парах К вот этим Двум Дальним Комбинатам Появляется Завод От ГСБ Тихонечко Пристраиваются Стрелки Ответный Жест От Беларуса Чуть Опаздывает Видимо И сейчас Будет Борьба Вот за Вот эту Очень даже Важную Точку И первый Конечно Ее займет Панихида Он сажает Стрелков И Все Понимает Это Беларус Отводит Свои отряды Как и Инженера То есть Буквально Сейчас ГСБшник Под свой Контроль Заберет Еще Два Комбината И В общей Численности Три Комбината Появляются БТР Уже Три Четвертые На подходе Сворачивается МСЦ Отправляется Видимо На Нижний Зеленый Кристалл Немножко Беларус Отстает Давайте Признаем Но укрепляет Свою экономику Уже Есть Мы видим Четыре Комбайна И Начал Видимо Строить Мотоциклы Так И сейчас Будет Удар От Панихиды Как мы Видим Четыре БТРа Будут Врываться В оплот Нода И Неплохо Так Прям Залп Пулеметный Забрал Картонный Мотоцикл Второй Тоже Отлетает Они Сами По себе Очень Быстрые Юниты Мотоцикл Но очень Очень Картонные Высадка Инженера И как же Как же Молниеносно Реагирует Беларус Ну согласитесь Он сразу Свернул Главную базу Чтобы они захватили Продал Казарму Но Завод не стал Продавать Тем самым Завод был захвачен Противником Подбегают Ракетчики Забирают БТР Сразу 2 Даже Не помог Ремонт От завода Будет ли Минус 3 Скорее Всего Нет Тут уже Скорпион Появляется От ГСБшника Но Пристаивает Беларусь Из газарм Ракетчика В этот момент Вот На самом Деле Сейчас Панихиде Нужно Давить 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 Не сдаваться Опа Уже Противотанковые Лазерные пушки Появились А значит Сейчас будет Жарить Скорпионов Нет энергии У беларуса И видимо Игра вновь Зависла Но Очень все хорошо У Панихиды Как мы видим Тут прям Спокойно Он добывает С двух Рефайнер Они же Обогатителя Нижние Зеленые Минералы Четырех Хищника На базе Скорпионами Душат Я думаю Это БГ будет Для беларуса Тяжело Будет Выбраться Из этой Ситуации И Произошел Еще один Захват Только Уже Беларус Вернул Под контроль Свой Военный Завод Пытается Очень глупо Решение Конечно Принимает Панихиды Сломать Военный Завод Он Я больше Чем Уверен Не Сломает Не Хватит Мощи Этого Недостаточно Вот Уже Скорпионы Наконец Такие Беларусы Начали Появляться И Тут Прям Уже Будет Наверное Финальный Удар От Панихиды Очень Много Хищников Около 7 8 Пехота Подтягивает Стрелки Копейщики Пачку Конечно Готовит В этот Момент Беларус Но Давайте Будем Честны Он Не Добывает Доп Минералы На Одном Далеко Он Не Уйдет Все Таки Смотрите Панихида Пытается Добить Сборочный Цех И Добил Последним Залком Хищника Думаю Вот Это Уже Будет Отправной Точкой И ГГ Беларусь Молодец Не Сдается Строит Скорпионов Масс Пехоту Стрелки Рокетчики Вот Так Конечно По Одному Юниту Уже Панихиде Нету Смысла Приходить Потому Что Он Попросту Отдает Убой Но Все Равно Даже Несмотря На Это Преимущество До Сих Пор За Панихидой Видим Появился Штаб И Выход В Гаусс Орудие Видимо Насколько Я понимаю Чтобы Хищники Были Явно Помощнее Появился Эх Центр Сейчас Я думаю Попытка Будет Восстановить Главную Базу Есть Конечно Крам Необязательно Строить Сборочный Цех Можно Просто Идти В Контратаку Душить Попробовать Видимо Действительно Отменяет Он МСЦ Беларусь Насколько Я понимаю Огромная Пачка Унода Вот Зря Он Остановился Ему В этот Момент Пока Панихиде Муж На него Могут Пойти В Обраточку И вот Зря Беларусь Сел Оборону И Чего-то Ждет Как ни странно Но он Пристраивает Комбайны Уже Пятый Комбайн От Беларуса И вот Наконец-то Появляется Уже Обогатитель У Соседнего Зеленого Кристалла Уже Мамонты От Панихиды Мы Видимо Это Значит Дело Пахнет Цюнами Ну Гаус Орудие Еще Не Изучается Но Если Оно Будет Изучено Шансов У Нода Практически Нет Все-таки Восстанавливает МСЦ Беларус Продает Рефайнер Один Потому что В нем Уже нет смысла Тут добывать Особо Нечего В целом Можно сразу У этих Комбайнов Отправиться На Низ Зря Вот так Он бегает Пехотой По Зеленому Минералу Ага Будет попытка Еще и Забрать Между Игроками Зеленый Тиберии Поэтому Сюда Идет МСЦ Вот Мода И вот Сейчас Видимо Готовится Атака От Панихиды Как я вижу Уже второй Завод Появился Начал Улучшать Свои Энергостанции И Да Действительно Я больше чем Уверен Изучается Орудие Гаусса Очень дорогое Удовольствие 5000 Но На самом Деле Оно Того Стоит Но Как мы Видим Явно Ни в какие Улучшения Еще не Выходит И не Предвидится Я так Думаю Тут бы Как-то Восстановить Все Немножко Пристраивать Скорпионов А точнее Мотоциклов Идет Разведка От ГСБ Способность И сейчас Будет Ожесточенная Битва Вот она Попытка Улучшить Пехоту Свою Ноду Но Не успеет Тут По-любому Вся эта пачка Скорее Все погибнет Конечно Очень много Пехоты У ноды Чего не хватает На самом деле В панихиде В самом танке И тем более Без гаусс-орудия Поэтому Атака такая Не совсем Может быть и удачная Но все же Плюс-минус Правильно действует Вырезается Технику врагу Хотя Зачем-то Начал ломать Завод Который В принципе Не сильно важен Пытается Отступить Панихиде И понимает Что он не сможет Этого сделать И вот она То самое Гаусс-орудие Теперь Будет больно Теряет Теряет Конечно Хищников Теряет мамонтов И принимает Решение Отойти Собрать Новую пачку Беларусь Молодец Надо отдать Ему Должное Он борется Он борется До последнего И Насколько я понимаю Он изучил Инъекцию Циберия Наставника Он кстати Почему-то Не изучает Не считает Нужным Видимо В то время У панихиды Потихонечку Заканчиваются Минералы Можно конечно Переключиться На синий Тиберий Который постепенно Потихонечку На этой карте Разрастается Появился Арсенал Я так понимаю Это ради Композитной брони А нет Это ради Спецназа ГСБ Козырь в рукаве От панихиды Мы видим Интересный Выбор И сейчас Видимо Он будет Забегать В тыл Рушить Все Основные Постройки Ноду После чего Я так понимаю Из-за Невнимательности Беларусь Напишет ГГ И скорее всего Мы узрим Матч На рандоме За За что Честно говоря Я рад Вот так скажу Я люблю Когда Остается Интрига Изучается Композитная броня В пехоте И вот тогда Армия ГСБ Уже будет В данном Случа Непобедимой Честно говоря Я потерял Из виду Ага Вот он Спецназовец Будет ломать Вовремя Беларусь Реагирует Сворачивается МСЦ Как же Беларусь В этот момент Все равно Хорошо Прямо Отконтролил Не позволил Дать в обиду Свой сборочный Цех Но Огромный Кулак Наносит Можно сказать Сразу В лицо Прям летят Гауссы Пушки И хота С композитной Броней Все же Не удастся Удержать Беларусь Беларусь Уж Больно Много Техники Панихиды Да Постройка За постройкой Падает Беларусь Попыт Конечно Как-то Отбиться Все-таки Строить Копеечка Блин Почему Все время Хочу Ракетчик Вдавить Копеечками Ракетчик Строит Конечно Люблю Суперпластик У меня На языке Всегда Вертится Скорпионов Пристраивает Но Я так понимаю Это будет 1-1 Потеря Месц Неизбежна Даже Видите Не сворачивает Понимает Это Беларусь Панихиды В этот момент Пристраивает Мамонтов Мощь ГСБ Скажем Так Конечно Это бесполезно Что и делает Смотрите Продает Все Беларусь А значит Это ГГ 1-1 Третий Решающий Матч На карте Башня Беларусь Против Панихиды В рандоме Получается Панихиде Выпал Нот А Беларусу ГСБ Очень парадоксально Поменялись С фракциями Можно сказать Неплохая Кстати Карта На рандоме Выпала И на этот раз Мы видим Беларусь Делает Фаст Стрелков Продажи Таврки Что Я так понимаю Сделал И Панихида Сразу Снизу Под контролем Нот Собирается Забрать Комбинат Ответно Жест Мы видим От Беларуса И Кто Быстрее Займет Центр Снабжение ГСБ Занимает Все-таки Беларусь И Отстреливает Отряд Модовских Боевиков О самом деле Я бы не сказал Что игроки Сейчас играют Идентично В Панихиде Есть Казарма И Завод Чего Я не Наблюдаю От Беларусь Только Сейчас У него Появляется Завод Очень Какое-то Странное И Медленное Решение Принял Беларусь Как мне кажется Выход Бульдогов Будет Бить По Комбайнам Это Самое Верное Решение Как по Мне Научный Центр Это Что Выход Да Это Как раз Таки Выход В огнеметных Танков Вот Это Интересный Ход Закрепился В гражданских Постройках Снизу Но Правильное Решение Что Сделал В принципе И ГСБ Только Вот Он Не посадил И В здание Заезд От Беларуса Двумя Бульдогами Как я и сказал Будет Бить По Комбайнам Выкурил В центре Пехоту Канихиды С помощью Огнеметного Танка Теперь Противник Его знает Я смотрю Пристроил С завода Яна Комбайн И Еще один Рефайнер Ну Два Бульдога Конечно Маловато Чтобы Забрать Комбайн Тут Хотя бы Четыре Видимо Понимает Беларусь Что Он Тут Ничего Не Сделает Просто По Муж Как Почесал Им Спинку И Отступает Ракетчики Сторожи Были И Дали Буду Прикурить Ой 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 Как Ж Так До Сих Пор Беларус Не Захватил Комбинат И Плюс Потерял Инженера Бульдоги Только Отступать От Такого Пламени Они Могут Стрелять Вот И Уезжать Байтить Очень Много Бульдогов Уже Смотрю Это конечно Будет Минус Огнеметный Танк У Нода Около Семи Бульдогов Мы наблюдаем Беларусам Появляется Беттер Уже закрепляется На соседнем Источники Тиберия Зеленого Вот Плюс Один Рефайнер Мы видим Явно Из завода Строились Да Один Был построен Комбайн И Много Беттеров Готовит Я смотрю Беларус И сейчас Будет Заезд Бульдогами Но Прямо Так Вот Знаете Пытается Пытается Забрать Но Все же Видимо Не заберет Комбайн Продолжает Терять Бульдогов Да Он не заберет Уже Пошел Ремонт А значит Шансов Нету Практически Всех Бульдогов Потерял Остался Один Тем временем Конечно На базе Появляются Хищники Тут Видимо Беттер Подвез Инженера К Комбинат Насколько Я понимаю Нет Почему Тут Тогда Стоял Просто Видимо Выслеживал Противника И Сейчас Будет Ожесточек Вновь Смотрите Какой Беларусь Наглый Садится Центр Снабжения ГСБ Гражданскую Постройку И Что-то Изучает Явно Панихида Для Пехоты Скорее Скорее Всю Ингекцию Тиберия Ворачивается МСЦ Поближе Специально Ставит Чтобы Поставать Рифанина У Зеленого Кристалла Соседнего Очень Много Ракетчиков Правильно Делает То Что Выкуривает Сначала БТР Беларусь На это Реагирует Сразу Пытается В тыл Убрать БТР А Хищников Во фронт Вот Начали Огнеметчики Появляться Уже И Вот Теперь Ракетчикам Будет Больно Игра Опять же Зависла Как мы Видим Плюс Индекции Тиберия Изучены Будет Ли Кстати Панихида Изучать Наставника Для своей Пехоты Потому Что Беларусь Этого Не Делал Я Повторюсь Это Решающий Матч Кто-то Из них Отправится В финал А кто-то Будет Бороться За Третье место И Действительно Ожесточенная Битва Да Он все-таки Ставит Обогатитель Ой Как Больно ГСБ Шникам Да Теряет он Хоть Скорпионов Но Ракетчики Делают Все Дело Разбирают Беттеры Разбирают Хищников Потихоньку Подтягивается Огнеметный Танк Еще Сверху Пытаются Зайти Видимо Ракетчиками Поломать Комбинат Он Думаю А он Не захвачит До сих пор ГСБшника Ну На самом деле Неплохой удар Нанес Панихида Будем честны Помимо Скорпионов Действительно Начали Появляться Неметные Танки Так Насколько Я понимаю Фул Да Изучена Пехота Унода То есть И наставник Ну Тайный храм Можно было бы Продать Он уже Бесполезен 750 казну Как Беларусь Конечно Активно Поддерживает Свою экономику Очень много Комбайнов Рефайн Но Боюсь Вот этот Удар Конечно Не сдержит Фактически Нету Армии Увольно Перестарался Он Вышел В эту Скажем Экономику Попытка Комбайнами Задавить Ракетщики И Видимо Это ГГ Для Беларуси Потому что Выход Улучшения Нету Появляется Завод Еще один Поближе Чтобы Конечно Ресурсы У ноды Кончаются Но У него Ситуация В частности Конечно Получше Пехота Улучшена Скорпионов Довольно Много И Видимо Он не хочет Идти в лобовую Сейчас Будет Атака По Верху Беларус Правильно Делает Не засиживается Идет Вперед Чтобы Вынудить Противника Либо Вернуться На позицию И оброняться А нет Беларус Просто Подвинул Бойска Чуть Вперед Чтобы Комбайны Спокойно Добывали Минералы Ну Все же Что я и сказал Или Все таки Нет Панихида Не будет Пытаться Носить удар Сверху Как раз Оголенно Стоит Сборочный Цех Можно Его Взять И забрать Более Есть чем Обороняться В этот Момент Вот и Все Смотри Арсенал Построил Беларусь Уж больно Поздно Лучше Я бы В композитную Броню Хотел Выходить Для Своих Стрелков Минус БТР И Это Сто Процентов Будет Минус МСЦ И скорее Всего ВГ Основная Атака Как раз Таки Была Сверху А это Атак Для Отвлекающего Маневра Да Получается Панихида Прошел Финал Как мы Видим А Беларусь Будет Бороться За Третье Место Шансов Тут Уже Конечно Победу У него Нет Он Явно Даже Сейчас Хищники Отойдет Назад Удар Тогда Будет По Этому Заводу И У них Возможности Вообще В МСЦ Неплохо Очень Даже Неплохо Прогласитесь Неплохой Прям Полукан Получился Между Этой Парой Вот И все Беларусь Видимо Сдался Всю Карту Практически Собрали Они Посмотрите Вообще Нету Зеленого Тиберия И Вот Она Видимо Финальная Атака От Панихиды Поскольку Я понимаю Неужели Он МСЦ Хочет Восстановить Нет Просто Появляется Хищник Уже Конечно В нем Нету Смысла Тут Явное ГГ Щелкали Оставшиеся Комбайны ГСБ Подтягивали Танки Чтоб Быстрее Снести Оставшиеся Здания ГГ Дорогие Друзья Поздравляем Панихиду С выходом В финал А Беларусь Не расстраивайся Братан Еще Можно Побороться За третье Место Второй Полуфинальный Матч Между Вампайр Против Зираэль На карте Побережья Я Ему Забанил Нот Он Мне ГСБ То есть Я принял Решение Играть За Нот Зираэль Играет За ГСБ Как Говорится Нельзя Недооценивать Противника Сейчас Я Начал Демонстрировать Очень Очень Задротскую Тему Также Решил Как они Продажи Тарки Быстрый Фаст Пехоту При этом Я Построю Казарму Тупо Ради того Чтобы У меня Был Инженер И я Захватил Верхний Комбинат Что мы Видим Делает Зираэль Ну По отрядам Можно Понять Что Он Сделал Тоже Фаст Стрелков С продажи Таварки Также Отправляет Инженеров К Нижнему Комбинату В этот момент Я укрепляю Экономику Ставлю Второй Богатитель Чего Пока Что До сих Пор Нет У Зираэля И Готовлюсь К Добыче Соседнего Зеленого Минерала В центре Произошла Можно сказать Ожесточенная Схватка В Постройках Мы Оба Заняли решение Сесть И Грубо говоря Нас Никто Выкурить Не может От него Либо Гранатометчики От меня Огнеметчики В этот момент Я Строю Завод Продаю Заставу И Начинаю Штамповать Рейдеров Побеспокоить Зираэля Укрепляю Экономику Ставлю Уже Третий Обогатитель Сажаю В гражданскую Постройку Чтобы никто Не беспокоил Данный Комбинат И захватываю Его В этот же Момент Захватывает Зираэль Рейдер Мой Неудачно Зашел На самом деле Врыв Сразу Законтрил Он Бульдогом Зираэль Тем самым Рейдеры Тут без шансов Никуда Не отступать Не Сделать Что-либо Импактного Скажем так Сворачивается МСЦ В этот момент И появляется Второй Бульдог У Израэля Израэль Будет Основывать Почку В левом Нижнем углу Будет там Добывать В этот момент От меня Начинаются Скорпионы Выход Уже В Научный Центр Как мы видим Три Скорпиона От меня Уже И И Горем Пополам Я уничтожаю Этот Бункер Который Явно Был Для меня Помехой И Попросту С помощью Горячих Лавиш Задним Ходом Задавил Этих Несчастных Стрелков Появляется Огнеметный Танк Ради этого Строился Научный Центр Чтобы Выкурить В Высотках Вражескую Пехоту ГСБ Время У Зираэля Набирается Огромная Пачка Стрелков Ракетчиков БТР Бульдоги И Сейчас Будут На самом деле Серьезный Файт Как мы Видим По экономике Он действительно Проигрывает Зираэль Только Три Обогатителя Возможно Завода Он строил Комбайны Только Вы просто Обратите То что У меня Уже Четыре Обогатителя Я уже Выхожу В экспериментальный Цех А значит В улучшение В центре Сейчас У нас Произошел Некий Файт Где Была потеря Двух Скорпионов Задним ходом Я Отвлекаю Противника Вынуждаю Его Грубо говоря Пойти За мной И тем самым Проверю Левый Нижний Угол Что здесь Происходит Обосновался Лизироэль При этом Теряю Два Скорпиона Но не подозревая Этого факта Что сейчас Будет Удар По его Комбайнам Да Это как раз Таки Способность Которая Открывает С помощью Перерабатывающего Завода Скорпион Выполняет Уже Грязное Дело Добивают Комбайн То есть Моя Была Задача На износ Зироэлю Отрезать Его От экономики Чтобы Он Стабильно Не добывал Тиберин В этот момент Я строю Еще один МСЦ Принимаю Решение Застраиваются Прям на пол Карты Удивить его Неким Тауэр Дефенсом Не Правильно Скать Тауэр Рашин Опять же На секунду Игра зависла Прошу заметить У всех В полуфинале Почему-то Зависали На время Катки Противник Мой Явно Этого Не ожидал Сразу Как видите Я продал Постройку Я использовал Купу Ради того Чтобы Моментально Отрезать Его От Снабжения Снизу И в этот Момент У меня Начинают Уже Появляться Танки Призраки Я Пытаюсь Продолжать Уничтожать Комбайны Чтобы Попросту Израэль Не осталось Ресурсов И мне Удаётся Забрать Ещё Один Комбайн В этот Момент Израэль Принимает Решение Ити в Атаку Братит Своё Время На Гражданские Постройки И моментально Я принимаю Решение Строя Засорубки Против Пехоты И Обелиски Против Техники Выжигая Шичников Первым Делом Потому что Они Грубо говоря Самые Опасные Тихонечку Уже Улучшаю Энергостанции Израэль В этот момент Восстановил Свои Обогатители На Нижнем Источнике Как мы Видим Я Закрепил Вторым Обелиском Всё Моментально Продаю И принимаю Решение Идти Сразу же Вперёд Причём Это Очень Нестандартный Метод Вы сейчас Видите С помощью Научных Центров Я Застраиваюсь Всё дальше И дальше Тем самым Продаю У меня есть Отряд Огнемётчиков Очень Много Рефайнеров Очень Много Комбайнов Тем самым С финансами У нас Всё Хорошо Продолжаю Эту Необычную Систему С Научными Центрами Зирель Этого Не подозревает Ещё Даже Не понимает А мой Призрак Продолжал До последнего Терроризировать Комбайны И Как вы видите Я продолжаю Продолжаю Просто Научными Центрами Достраиваться До Опорного Пункта ГСБ Пристраиваю Сразу Два Обелиска Даже Три Как мы видим И Укрепляю Мясорубкой Моментально Я сейчас Всё это Продаю Зирель Явно Немножко Обескуражен И понимает Что Вообще Происходит Как так У меня тут Можно сказать У моей границы Уже Вражеские Постройки Ставлю Рефайнеры Чтобы Уже Тут Добывать Ресурсы Продаю Как я и сказал Моментально Все Оборонительные Постройки Продолжаю Своё Контр Наступление И Буквально Вот сейчас Зирель Понимает Что у него Нет шансов Ресурсы С ним Заканчивают Сверху Уже Их нет При этом Он теряет Опорный Пункт И ГГ Ожесточенно И очень Беспощадный Итак Второй матч Между парой Израэль Против Вампайра Карта Арена И у нас Зеркала Два ГСБшника Фиолетовый ГСБ Это Я А За красного Играет Израэль Плюс Минус У нас Одинаковый Старт Энергостанции Казарм Фаст Стрелки Через Ставерку Но Только Я еще Построил Наблюдателей И отправил Скажем так Закреплять Правый Верхний Угол Синий Тиберий А также Я сразу же Продал Казарму Построив Двух Инженеров Одного Инженера Сразу же Отправляю На нижний Комбинат Закрепляю Левый Бункер Стрелками Этим Отрядом На всякий Случай Занимаю Сверху Бункер Чтобы контролировать Этот угол Куда В принципе Мчиться Мы видим По карте Зираэль Сюда Он уже Явно Опоздал И максимум Что он может сделать Это уйти Потому что Оба бункера Я Занял Своими Стрелками Начали появляться Ракетчики От Зираэля В этот же момент У меня появляется Завод Где я заказал БТР Не просто так Я посадил Туда инженера Того самого Второго Потому что Вы помните Что он был И куда же он делся Как вы думаете Он сейчас БТР В этот момент Я его отправляю Специально На верхний Комбинат Буду его Захватывать Плюс Пристраиваю Бульдогов В этот момент Появляется У Израэля Завод Видим Что Закрепляет Строит Еще один Рефайнери Уже Три Комбайна Прошу прощения Заговариваюсь И Я уже Обосновался Добываю Синие Тибери Как мы видим Хоть Израэль Захватил Комбинат Я ждал Этого момента Потому что Видел Что он был Не захваченный Подъехал Задним ходом Клавиши Д Высадил Инженера И захватил Уже под свой Контроль Второй Комбинат Здесь Некий Локальный Файт Произошел Отряд Стрелков Закопался В бункер Израэля Чем я Ответил Сторожевой Вышкой Продолжая Укреплять Свою Экономику Построив Еще один Обогатитель Начали потихоньку У Израэля Появляться Хищники Тут мы видим Тоже Отряд Окопался И потихонечку С помощью Бульдогов Я ломаю Данный бункер Я интенсивно Продолжаю Укреплять Свою Экономику Пристраивая Комбайны И сейчас Буду выходить В спам Пехоты Улучшать Композитную Броню Беттер Еле Выжил И серьезный Удар Идет От Израэля Большинство Мы видим Тут именно Ракетчиков Четыре Хищника Задним Ходом Я пытаюсь Привлечь Внимание Бульдогами Минус Два Бульдога Моментально Принимаю Решение Строить Хищников Чтобы Отбить Данную Атаку И как Я уже И сказал Выхожу В композитную Броню Появился Арсенал Вызываю Подкрепление С помощью Своей Способности В этот Момент Как мы видим МСЦ Обосновался В левом Нижнем Глу Синего Тиберия У Израэля Начинает Добывать Только Сейчас Синя Тиберий И По Расцветке Моих Юнитов Вы можете Понять Что Мои Уже Куда Крепче У них Композитная Броня Сейчас Будет Выход Касатки Потому Что Пора Уже Наносить Удары Не только По земле Но и По воздуху Игра На секундочку Зависла Но Вы Уже Успели Заметить Синий Тиберий Весь Собрал Моментальное Принято Решение Было Добывать Уже На соседнем Зеленой Тиберии Потому Что Тут Не так Уже Много Уже На земле Можно Скать Я Доминирую В плане Пехоты Потому Что У меня Она Явно Крепче Благодаря Композитной Броне И Авиация Закрепит Мое Доминирование Скажем Так Зирель Пытается Держать Оборону Понимает Что Тут Нужно Больше Беттеров Пристраивает Их Пристраивает Стрелков Но Когда Есть Композитная Броня Они Очень Очень Крепкие При этом 0-2 Хищника Вырезают Инженера Где Точнее Беттер В котором Сидел Инженер И Как Я и Сказал Сейчас Произойдет Выход В касатке Появляются Авиабазы Появляется Воздушный Плацдарм Который Поставит Точку В этой Битве И Как вы Уже Поняли Полуфинал Закончился С отсчетом 2-0 Хищники В этот Момент Врезают Комбайны Что Взераэлю Приходится Отступать Просто При этом Терять Все Основные Постройки На своей Базе Можно Сказать Я Прошел Финал Ну а Взераэль Будет бороться С белорусом За 3-е место Касатки Касатки Тоносит Разточенный Удар По МСЦ Он теряет Сборочный Цех И На этом Моменте Он Сдастся Скажем Так Гораздо Быстрее Все Выполнял Я Поэтому Безусловно Я здесь Подержал Верх Безусловно